МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всемирно известная оперная певица Мария Гулегина заявила, что бронхит в премьере не помеха. На днях в Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева Гулегина вышла на сцену с бронхитом и триумфально исполнила главную женскую партию в опере Вагнера Парсифаль. Невероятный дебют прим итальянских опер в немецком репертуаре случился почти в 60 лет. Публика в восторге. Другая всемирно известная оперная дива Магда Оливера последний раз пела на сцене театра Ласкало в 99 лет, а прожила 104 года. И когда я спросил у сеньора Оливера, есть ли срок годности у голоса, она ответила, голос как душа, бессмертен, только ему нужно ежедневно трудиться. Эстрадная звезда Тамара Гверцители не проводит и дня без ноты. Три часа вокала до обеда, два часа после, и соседи не жалуются. Голос человека. Наша следующая история. У человека существует, естественно, диапазон и смотря, в каком он жанре пребывает. То, что пел в 19 лет, это звучало приблизительно так. Ты не дари мне песен ласковых, Хоть и слова и шелоком выше ты. А это проходит время, и если это спеть сегодня, это будет, конечно, по-другому. Ты не дари мне песен ласковых, Хоть вне слава и шелоком выше ты. И голос пошел, и пошел, и пошел. Есть песня самая прекрасная. Тю-ру-ру-ру-ру, тю-ру-ру-ру-ру, тю-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Не одинаково всем слышится. Этим вечером Тамара Гверцители предстанет перед публикой оперной дивой. Билеты на премьеру моно-постановки «Человеческий голос» на музыку Франсиса Пуленко в московском «Геликоне» раскупили еще полгода назад. Это редкое произведение когда-то украшало репертуар выдающихся певиц Денис Дюваль, Ренат Искотта, Галина Вишневской. Попробовать себя в неожиданном амплуа эстрадной певицы Гверцители однажды предложил известный оперный режиссер Дмитрий Бертман. Тамара, не раздумывая, пропела си второй октавы. Обычная вещь, только я слишком глупа. «Человеческий голос» – трагическая история женщины, которую бросил любимый мужчина. Потому на сцене надрывный телефонный разговор длиною в час. В жизни 56-летней Гверцители любви и драм хватало. Ее первым мужем был заместитель председателя гостелерадио Грузии Георгий Кахабришвили. От него Тамара родила сына Сандро. Но 10 лет ревности и упреков привели к разрыву отношений. После этого брака, не желая быть просто домохозяйкой, Гверцители с сыном переехали из Тбилиси в Москву. Второго супруга, адвоката Дмитрия, Тамара называет своей единственной любовью. Они познакомились в США, счастливо жили на две страны. Однажды ей позвонили из американского госпиталя. Ваш муж умер от остановки сердца. Месяцы молчаливой скорби и годы одиночества. Об отношениях с кардиохирургом Сергеем Амбатьела пресса писала подробно. Сергей был лечащим врачом Тамары и стал ее третьим мужем. Спустя пять лет Гверцители заявила публично, я зарекаюсь выходить замуж и больше никаких разговоров о личной жизни. Я только сейчас возвратилась, ты раньше мне еще не звонил. Ах, нет, нет, я была одна. Самый близкий человек народной артистки России и Грузии – мама. Инна Вольфовна не пропустила ни одного концерта дочери, не пропустила и ее оперный дебют. Мама сказала, что она гордится, потому что она давно мечтала услышать меня вот такой, и увидеть в такой ипостаси. Мамины хачапуре, мамина забота и бесконечные разговоры обо всем на свете. Ежедневные бесценные мгновения. Инна Вольфовна живет с Тамарой в одной квартире, следит за ее здоровьем, ухаживает и оберегает дочь от любых волнений. Великому голосу нужны забота и покой. На голос своей Тамрико Инна Вольфовна впервые обратила внимание, когда дочке было всего 9 месяцев. Первые домашние концерты Тамары начались в два года. Я помню, что была такая маленькая табуреточка на нее. Я как-то была очень смелая и такая переживающая артистка. Что-то я прослезилась и спела одну детскую песню, а потом спела романс. Но это была грузинская детская песня. В общем, как-то вот так я пела с большим переживанием, потому что заболел маленький зайчик. Вот песня такая, что вызывает жалость. Как только Тамаре исполнилось 7, Инна Вольфовна отвела дочку в музыкальную школу при Тбилисской консерватории. В приемной комиссии девочку разглядели и сказали маме, вашу Тамару ждет большое будущее. Уже через три года Гверцители стала звездой детского грузинского ансамбля Мзиури. С Мзиури Тамара объездила с гастролями весь Советский Союз и все страны социалистического содружества. А потом она выросла. И вот спела в 20 лет. Это первое сольное появление Тамары Гверцители на центральном телевидении Советского Союза. Международный триумф Гверцители случился 10 лет спустя. Тогда, в 1992 году в Парижском зале Олимпия она впервые выступила с великим композитором Мишелем Леграном. Она потрясающе пела, оставив дома маленького Сандро сынной Вольфовной. После рождения ребенка голос меняется? Конечно, конечно. Он обретает краски и физиология переворачивается. Все это, это же не так просто. В том большом концерте Тамара была единственной иностранкой. И наш очень уважаемый ведущий несколько раз пытался произнести ее фамилию. Представляете, он краснелся, пел, запинался. Гвард, гвирд, гверд. Затем бросил это занятие, сделал паузу и громко с достоинством сказал. А теперь, дамы и господа, величественная Тамара. Тамара очень волновалась, и это ее так развеселило. Выступление прошло великолепно. А на следующий день все парижские газеты называли ее новой Дитпиаф. На премьере «Голоса человека» в Геликон-опере собрался капризный столичный бомонд. Если кто-то и ждал провала, ушел разочарованным. А какой ваш голос? Вот как зрелый плод. Он может быть кровавым, он может быть очень драматичным, он может быть опустошенным, он может быть любым. Это все отражается, вся жизнь, и вся женщина в ее голосе. Субтитры создавал DimaTorzok